Российские законодатели продолжают повышать уровень защиты дольщиков. Новые меры, которые вступят в силу со следующего года, предполагают ужесточение требований к застройщикам. Например, в федеральный закон внесены изменения, которые не позволят строительным компаниям тратить деньги не по назначению. Участники долевого строительства могут размещать свои средства в счет оплаты договора долевого участия на счетах из КРОУ в банке, которые кредитуют проект жилищного строительства, и эти средства блокируются на определенный этап на этом счете. При этом само строительство ведется за счет кредитных средств, а банк в этом случае контролирует эффективность их использования. Еще одно законодательное ношество кроется в уточнении требований к проектной декларации, которая теперь служит официальным документом, а его нарушение ведет к юридической ответственности. Минстрой России должен утвердить форму проектной декларации и определить сайт, на котором проектная декларация будет заполняться в электронном виде. Кроме того, с 1 июля следующего года предусмотрено создание единого реестра застройщиков, а также запланировано открытие фонда, средства которого будут формироваться за счет обязательных отчислений строительных компаний. Самое главное, что следует помнить дольщикам, это принцип действия законодательных норм во времени. Если первый договор долевого участия в многоквартирном доме строящимся заключен договором с застройщиком до 1 января 2017 года, то новые нормы на деятельность этого застройщика не распространяются, а застройщик работает по нормам, которые действовали до 1 января 2017 года. Кстати, в процедуре регистрации договора на участие в долевом строительстве законодатели также ввели некоторые изменения. Теперь этот документ содержит в себе план, создаваемого объекта в графическом виде. Предположим, если это жилое помещение, с балконом, либо террасой, либо с лоджией, соответственно, в этом плане должно быть графически изображено место расположения этих частей по отношению друг к другу. Вообще, в договоре должно быть четко обозначено, что строится и где именно, а также в него добавляется пункт о возмещении трат на возведение социальной инфраструктуры, если эти объекты появятся за счет дольщиков. Кроме того, законодатель разрешил расторгать договор в судебном порядке в случае существенного изменения объекта долевого строительства. Превышение, допустим, изменений площади не должно быть в договоре установлено больше 5% от общей площади. То есть, логически, если рассуждать, все, что свыше этого будет, соответственно, наверное, можно будет приравнять к данному критерию существенного изменения площади. Поскольку сфера долевого строительства имеет высокую социальную значимость, законодатели не применули внести изменения и в защиту прав потребителей, причем для обеих сторон. Если нарушено, идет нарушение срока передачи объекта долевого строительства, и это происходит в результате того, что дольщик уклоняется от подписания передаточного акта, в этой ситуации застройщик не несет ответственность в виде неустойки и пения за нарушение сроков, ну, в случае, если все обязательства выполнены. При обратной ситуации, когда сроки затягивает застройщик, с него взымается пение в размере 1,03 ставки рефинансирования за каждый просроченный день. В прошлом году с претензиями такого плана в региональный Роспотребнадзор обратились 30 человек, по запрошенным – 51. А это значит, что застройщики от года к году становятся более добросовестными, а дольщики более защищенными в своих намерениях вложатся в строительство собственного жилья. Роспотребнадзор